Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг» и сегодня у нас в прицеле очередной горячий пирожок из Европы. Огромный, солидный. Интересно ли вам, насколько крутая его начинка? Итак, встречаем – Opel Insignia второго поколения. Инсигния во втором поколении – это очень много автомобиля за сравнительно небольшие деньги. Так уж получается, что дешевеют они довольно быстро, но об этом могут пожалеть лишь первые европейские владельцы этих автомобилей. В сухом остатке остается вполне фешенебельный и богато оснащенный автомобиль. Его можно найти в кузове Grand Sport – это пятидверный лифтбэк, как в нашем случае, или в виде универсала Sports Tourer – также доступного во внедорожном варианте Country Tourer. Ну а под капотом чаще всего дизельный двигатель. Итак, начинаем рассказывать про болячки и особенности эксплуатации этих симпатичных машин. Иногда у боковых зеркал отклеивается само вот это зеркальце от ее основы с подогревом. И если вовремя увидеть дрожащую картинку, то можно отковырять зеркальце, снять основу и все это склеить в благоприятных домашних условиях. Многие инсигнии оснащены открытием багажника с помощью взмаха ноги. Частенько эта система не работает, а причина – вышедшие из строя датчики. Эти датчики в виде антенн находятся в пластиковом держателе. И если такая проблема произошла, то тогда придется менять эти датчики на бэушные, потому что решения по ремонту пока нет. И лишь в некоторых случаях проблема является в том, что отрывается проводок на разъеме. Иногда у этих машин включается аварийный режим с ограничением мощности, который может пропасть после перезапуска двигателя. В ходе диагностики будет выявлена ошибка P2138 по датчику положения педали акселератора. Так вот, в этом случае педаль можно снять, снять крышку потенциометра и почистить всю его схему и дорожки очистителем контактов. Часто это помогает. В противном случае, если это не поможет, то придется искать бэу-педаль на разборках, потому что новая стоит баснословно дорого, а аналогов нет. Обязательно, если что, звоним в «АвтоСтрон». Гораздо реже требует внимания педаль сцепления. Там течь дает главный цилиндр сцепления. Тут уж никакой чисткой не обойтись. Придется покупать либо бэу-цилиндр или новый, а он стоит порядка 250 долларов. И еще давайте на пару секунд заглянем в салон. Он достаточно свежий, добротный и особо рассказывать про него нечего. Красивый! В систему кондиционирования Insignia заправлен хладагент R1234YF. Он очень дорогой, редкий и его попросту никто не предлагает. Поэтому его можно заменить на всем привычный R134. Но для этого надо весь заводской хладагент выпустить из системы и заправить новый с маслом. И еще слева, вернее справа, если смотреть с водительской стороны, здесь есть трубочка высокого давления, которая запросто перетирается о защиту жгута высокого давления. Советуем приглядывать за этой трубочкой, либо отодвинуть от нее жгут проводов, либо снять и превентивно подварить, если она уже натерта. Самые внимательные из вас спросят, неужели алюминиевая трубка может перетираться жгутом проводов? Все верно, жгут проводов тоже страдает от этой трубки. Вообще, это провода, которые идут к передним парктроникам. И если они перетираются, то один или несколько датчиков перестают работать. В общем, эту пару – алюминиевую трубку системы кондиционирования и жгут проводов – надо изолировать друг от друга, чтобы не было у них взаимного трения. Ну а теперь, как вы думаете, какие самые популярные двигатели установлены на тех Opel Insignia, которые ездят по нашим дорогам? Правильно! Дизельные, по крайней мере, 94% машин, которые в продаже, оснащены либо дизелем объемом 1.6, либо 2.0. У нас здесь 1.6 на 136 л.с. Больше половины дизельных Insignia второго поколения приехали к нам с 1.6-литровым турбодизелем, причем только с одной турбиной и мощностью 100 или 136 л.с. И это будут только переднеприводные машины, часто с АКПП. Про 1.6-литровый турбодизель Opel мы уже подробно рассказывали в обзоре модели Astra K. Ситуация с ним такова. Мотор надежный, но нужно прислушиваться к цепи ГРМ. Цепь ГРМ находится со стороны маховика, а для ее замены приходится вынимать двигатель из моторного отсека. На замену цепи ГРМ помимо ее самой уйдет порядка 20 деталей, вплоть до сальника коленвала. Можно обойтись меньшим набором деталей и не менять, например, звезды привода ГРМ и детали привода масляного насоса. Список деталей будет вдвое меньше. Но все равно ремонт под ключ будет стоить от 500 до 1000 долларов. Благо менять цепь ГРМ надо раз в 200 тысяч километров. Обязательно прислушивайтесь к ней, не бринчит и не лязгает ли она. Еще у 1.6-литровых дизелей рано или поздно лопнет длиннющий патрубок от интеркулера к заслонке. И тогда весь, ну, большинство надутого турбиной воздуха будет выходить через эту трещину. Вдобавок, через эту брешь двигатель еще будет засасывать воздух. В общем, эта неприятность обычно происходит в пути и мотор теряет сильно в мощности. Новый такой патрубок стоит, оригинальный, 400 долларов. И поэтому его никто не покупает. Потому что есть решение. А решение заключается в том, что треснувший фрагмент патрубка вырезают и наращивают куском армированной силиконовой трубы для воздуховодов двигателей. Ее можно скрепить с двух сторон двумя хомутами. Подойдет трубка 100 мм длиной и 55 мм в диаметре. И для надежного соединения надо в конец лопнувшего патрубка вставить металлическую трубу, чтобы она села туго и хомут надежно соединил. Другая половина Opel Insignia B оснащена двухлитровым турбодизелем, который сделан на основе старого 2.0 CDTI. Но общего у нового и старого двигателя все-таки мало. У этого двигателя ременной привод ГРМ, который располагается спереди, но с ним не все так радужно. Но в целом все проблемы в прошлом. Суть в том, что на ранних моторах в приводе ГРМ развалился обводной ролик, расположенный чуть выше и левее над шкивом коленвала. Ролик этот изначально был с пластиковой обоймой. Она трескалась, крошилась задолго до 120 тысяч километров. То есть ролик не выхаживал отведенный срок. Эта неприятность происходила на определенном количестве ранних моторов до серийного номера, который вы сейчас видите на экране. И вот на такие двигатели надо устанавливать модернизированный комплект ГРМ, в который входит много деталей, вплоть до нового шкива, выпускного распредвала. Но самое главное, что обводной ролик в стальной обойме. К двухлитровым дизелям Opel Insignia B есть еще два других комплекта привода ГРМ, которые идут без шкива распредвала, но предназначены уже для моторов с более поздними серийными номерами. Так вот, почему-то очень странно, что там все ролики пластиковые, кроме крохотного валика, который находится правее шкива коленвала. В общем, на чем бы хотелось заострить внимание. Надо выбирать обводной ролик со стальной обоймой. Его цена по оригиналу на сегодняшний день зашкаливает в районе 300 долларов, но все именитые производители предлагают такие ролики от 60 до 100 долларов. Комплект ГРМ для двухлитровых дизелей стоит по оригиналу 500 долларов, но можно собрать комплект дешевле из неоригинальных запчастей. Но это еще не все про привод ГРМ. Дело в том, что оба распредвала соединены цепью, а между звездами установлен гидронатяжитель, который давит на цепь вниз. Так вот, из-за бессовестного износа этой цепи гидронатяжитель прижимает ее к краю ГБЦ, и тогда она умудряется выгрызть там алюминиевый фрагмент. Вдобавок изнашиваются и разваливаются направляющие башмаки. В общем, из-за износа или обрыва этой цепи поршни могут так бомбануть по клапанам, что подлетит один из распредвалов. Если у вас есть простенький эндоскоп, то можно оценить состояние цепи, благо она находится возле маслозаливной горловины. Смотреть надо на участок возле гидронатяжителя. Если цепь там шаркает о ГБЦ, то тогда ее срочно надо менять. В общем, при замене зубчатого ремня настоятельно рекомендуется заменить цепь распредвалов и натяжитель. А для этого надо снять форсунки, клапанную крышку и вакуумный насос. Придется использовать 7 новых прокладок, также огнеупорные шайбы и уплотнительные кольца под форсунки. В общем, для правильного позиционирования распредвалов нужен специальный кондуктор. Короче, обычная замена безобидной ремня ГРМ при пробеге в 120 тысяч километров выливается в такое нешуточное обслуживание мотора. Каждую вторую замену ремня ГРМ стоит снять масляный поддон и, как минимум, поменять прокладки маслозаборника. Их две штуки. И обязательно стоит обновить шатунные вкладыши. Они тут точно такие же, как на моторах 1.9 CDTI и 2.0 CDTI. А после пробега в 200-250 тысяч километров выглядят уж слишком уставшие. Оригинальные сейчас в продаже не продаются, а комплект достойных аналогов обойдется в 15-20 долларов. Ну, а теперь пару слов о системе экологии. Ее можно просто отключить. Рано или поздно потребует внимания система впрыска мочевины. Либо же выйдет из строя ее подогрев, либо же датчик уровня, либо же случится что-то еще. Но в большинстве случаев достаточно обработать контакты очистителем контактов, то есть разъемы очистителем контактов, потому что в них попадает вода. А позже эти разъемы можно обработать диэлектриком. Еще многих владельцев раздражает система старт-стоп, но ее можно отключить. Есть несколько решений. Одно из решений с помощью товаров, которые продаются на китайских маркетплейсах, а именно хитрого чипа в виде штекера, который втыкается в ОБД-разъем. И тогда система старт-стоп перестает работать и никаких ошибок не будет. Другое решение – это провод-вставка для концевика замка капота. Под пластиком вокруг замка капота протянут провод к замку. В разрыв между концевиком и проводом подключается продаваемый в Китае провод со специально подобранным сопротивлением. А вот после рестайлинга младшим дизельным мотором стал турбодизель объемом 1,5. Этот агрегат создан с чистого листа. У него три цилиндра и цепной привод ГРМ, который находится спереди. Но на самом деле сведений о его надежности и проблемах маловато. Вдобавок и запчастей мало в продаже, а цены зашкаливают. Ну а теперь про бензиновые двигатели. Как уже отмечалось, бензиновых Opel Insignia в продаже мало. Базовый мотор для этой машины бензиновой 1,5 Turbo. На самом деле сведений о нем немного. Известно, что встречается еще версия 1,6 Turbo. Что-что о нем известно, что в его разработке участвовало несколько китайских компаний. Этот мотор производится с 2013 года и таких фатальных проблем не имеет. Бензиновый 2-литровый турбомотор на Insignia 2-го поколения встречается крайне редко. Этот агрегат B20 NFT устанавливали с июня 2017 года по июнь 2018 года. Его не удалось вписать в строгие экологические нормы Euro 6D. На рестайлинговых Insignia с весны 2020 года появился новый 2-литровый турбомотор в нескольких вариантах мощности. Но дело в том, что в Европе эти моторы редкие гости, а к нам они не заезжают от слова совсем. И информации о их надежности буквально нет. Opel Insignia оснащался шестиступенчатым МКПП с бензиновыми двигателями и с турбодизелем 1,6 литра устанавливалась трансмиссия М32. А вот с двухлитровым турбодизелем F40. М32 известна тем, что изнашиваются у нее подшипники, особенно задний подшипник вторичного вала. Эта проблема была известна еще на Insignia первого поколения. И чтобы не столкнуться с этой проблемой, меняйте в ней масло в этой трансмиссии каждые 80 000 км или чаще. Подойдет трансмиссионное масло 75V80, можно залить больше, чем залито на заводе, влезает 2,4 литра. Если у машины и ее трансмиссии М32 пробег где-то 250 000 км и масло никогда не менялось, то гул и исчезнувшая легкость во включении передач может говорить об износе подшипника. А вот трансмиссия F40 надежная и в проблемах не замечена, если не считать отзывную компанию по некоторым Opel в 2010-х годах. Масло в ней тоже не помешает менять. Влезет туда 3,2 литра. Шестиступенчатый автомат встречается на дорестайлинговых Insignia с двигателем дизельным 1.6 и бензиновым 1.5. Это агрегат 6T45. И проблемы именно с ним. В конструкции этого автомата есть неудачное волнистое пружинное кольцо, которое начинает проскальзывать и проскальзывает по зубьям своего барабана сцепления. В результате появляется стружка, проблемы с передачами 3,5 и задним ходом. Эта проблема сегодня не массовая и пока очень редко проявляется на Opel Insignia второго поколения. Но чтобы трансмиссия служила дольше, надо частично менять в ней масло каждые 60 тысяч километров. Через сливную пробку выливается 4,2 литра масла, а использовать масло надо Dexran 6. С двухлитровым турбодизелем работает более интересный автомат – восьмиступенчатый. Еще его можно встретить на рестайлинговых Insignia с турбодизелем объемом 1.5. Речь идет об агрегате AF50-8. В сущности, это Asin TG8011C. Очень надежная трансмиссия. Чтобы продлить ей жизнь, надо менять масло каждые 60 тысяч километров. На частичную замену требуется фирменное масло AW1 либо же его аналог. А вот после рестайлинга бензиновые двухлитровые моторы получили фирменный автомат 9T50. Его ресурсы мало что известно. Известно, что он сделан на базе старого проверенного временем 6T45. Рекомендации те же. Частично обновляем масло. Ну а теперь мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Помните, что в «АвтоСтронге» помимо отличных БУ запчастей, есть абсолютно новые и технические жидкости. А также у нас есть подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим офигенные байки из Европы, продаем их по отличным ценам, с полным пакетом документов и в отличном состоянии. Нужен байк обязательно в «МотоСтронг». Ссылочки и подробности в описании. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Если «Инсигния Б» оснащена полным приводом, у нас моноприводный автомобиль, то в такой трансмиссии используется аж три вида масла. Дело в том, что угловой редуктор, который приводит карданный вал, отключаемый. У него в конструкции есть многодисковое сцепление, если оно разомкнутое, то карданный вал не вращается. И в такой умный редуктор надо заливать специальное масло. Влазит 750 мл. В заднем редукторе, который производит компания GKN, а называется он «Твинстер», нет никакого дифференциала. Оба привода задних колес соединены с угловым редуктором через свои многодисковые сцепления. В корпусе заднего редуктора есть сливная и заливная пробки. Там используется 1 литр масла. Так вот, если слышен гул в заднем редукторе, то ему предписана замена масла и смена программного обеспечения для заднего привода. Ну и третий сорт масла используется непосредственно в муфтах задних приводов. Оригинальное масло стоит примерно 30 долларов за литр и не всегда присутствует в продаже. Но есть одно маслозаменитель, которое без проблем можно купить и стоит оно заметно дешевле оригинала. А сама компания Opel никак не регламентирует замену масла. Как менять и когда менять решают сами владельцы. Ну а замену лучше доверить профессионалам. В выхлопной системе дизельных Insignia установлено два датчика оксидов азотов. Оригинальные датчики производства компании NGK и подключены они к блокам управления Continent. Так вот, если есть какая-то проблема с этими датчиками, а именно загорается чек-энжин на приборной панели, ну и это из-за датчиков, то датчики стоят 300 долларов за новые. Такие датчики, по сути, одинаковые для всех дизельных моторов по 8 контактов. А так сказать, ремкомплектные датчики NOX можно заказать из Китая. Инструкция по соединению проводов пайкой прилагается. Передняя подвеска – это традиционно стойки Макферсона. Вот этот нижний рычаг идет в сборе с шаровой. Стоит по оригиналу 300 долларов. Заменители от 90 до 190 долларов. Отдельно можно по неоригиналу купить этот задний сайлентблок по стоимости от 20 до 60 долларов. Стойки стабилизатора стоят от 10 до 55 долларов. А опорные подшипники по оригиналу 330 долларов заменители от 15 до 80 долларов. Задняя подвеска у Opel Insignia B многорычажная, причем конфигурация у моноприводных и полноприводных автомобилей разная. Никакие сайлентблоки отдельно не детализируются. Традиционно все детали таких подвесок служат более 200 тысяч километров. Оригинальные рычаги в сборе стоят по несколько сотен долларов, но аналогов хватает. Можно купить отдельно и сайлентблоки, например, для единственного продольного рычага. А поперечные рычаги стоят до 100 долларов за штуку. Но если у вас полноприводная Insignia, то неоригинальных рычагов продажи пока нет. Есть только оригинал. У Opel Insignia B наблюдается скрип в задней подвеске при трогании с места. Никакие проверки не могут выявить вот этот скрип. Но по факту поклонники марки разобрались и скрипит нижний сайлентблок ЦАПФы на соединении с подпружиненным рычагом. Этот сайлентблок плавающий, и по оригиналу он не продается. Но уже есть китайские аналоги. Ищите в каталогах по номеру ЦАПФы. И сюда отлично подойдет сайлентблок от BMW X3 в кузове F25. У него много вариантов от хороших производителей. Лайфхак! Opel Insignia второго поколения – это свежий автомобиль с минимальными болячками. По сути, надо учитывать особенности обслуживания привода ГРМ на обоих вариантах дизельных моторов. Цепи шалят что на моторе 1.6, что на моторе 2.0 и требуют вложений на 200 тысяч километров и на 100 тысяч километрах соответственно. С системами очистки выхлопа тоже нет никаких проблем. Все решаемо, в том числе и программно. В общем, у Opel Insignia, по сути-то, проблем нет. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».